Серьезная проблема в прямом смысле слова нависла над головами жителей России. Ледяная угроза, гигантские сосульки становятся причиной ЧП. В Саратове два человека уже попали в больницу. Глыбы наледи рухнули на них с крыш, когда они выходили из подъездов. И общая ситуация, особенно в центральных регионах России, серьезно осложняется тем, что ожидается потепление. А значит угроза возможных трагедий из-за обвала сосулек растет. Репортаж Евгения Лямина с Ледяного фронта. Ледниковый период в Саратове. Подо льдом скрываются машины, как это буквально вмершая иномарка. Окна домов, балконы, глыбы угрожающие свисают с крыш. Интернет пестрит видеороликами и фотографиями. Словно в одно мгновение застывший водопад, спускавшийся с пятиэтажки. Но это, глядя на экран, можно долго любоваться, когда стоишь рядом, мороз по коже. Мне работать страшно даже, не то что ходить. И мы каждый день, ведь тут дети, у нас очень активная здесь дорожка. Я, кстати, была свидетелем такой ситуации, и у женщины схватило сердце. Ее увозили на скорой, потому что она испугалась глыбы льда, которая свалилась за ее плечами. Сообщается, уже пострадали двое. С крыши этого дома сосулька упала на пенсионера. Он госпитализирован только после случившегося. Управляющая компания выслала бригаду высотников. Правда, сбили не все сосульки, самые большие. А эти оставили, может, до завтра. Видимо, недостаточно подросли. Кондиционер тоже трогать не стали, чтоб не вышло, как на том берегу Волги, в Энгельсе. Вместе с кондиционером сбили, и второй кондиционер висит. Нередко и вправду беда не приходит одна, когда вслед за сосульками на крышах появляются коммунальщики. Первый раз там разбили козырек, а второй раз вот все отлетело, вот, пожалуйста, все валяется. Киоск вон разобомбили весь. Так что здесь вовремя просто этим нужно заниматься. Вот в чем дело. Когда маленькие сосульки, они когда до третьего этажа. Почему раньше не получалось вот ее сбить? Нет, объясню. Потому что у нас объемов много, и не каждый сюда попускает на вид высотных работ. Опасно. Проломленные козырьки, поврежденные автомобили, причем припаркованные вовсе не под домами, где идет уборка. Просто огромные глыбы падая бьются так, что осколки разлетаются во все стороны. Алло, да тут машину задели. Капелька, ну как это, кругляшок появился. Я стою около дома Союза художников России. Ледяные художества в Орле. Правда, здесь тротуар предусмотрительно огорожен. И, видимо, на всякий случай еще и не чищен. Заботливые коммунальщики как бы намекают, ты туда не ходи, сюда ходи. Чтобы пешеходы уж точно не ступили на опасную тропу под сосульки. В прошлом году в Мурманской области снег и лед лавины обрушились на двух женщин и ребенка. В Перми падение ледяной глыбы на коляску закончилось трагедией. Годовалую девочку врачи спасти не смогли. Опасаясь за жизни детей, родители учеников этой гимназии в Тверской области на днях обратились к следователям. Только после этого в администрации заговорили об уборке. Жаловаться необходимо в прокуратуру, на управляющую компанию. Зачастую иначе ледяные сердца или что-то у них во льду не растопить. Активисты ОНФ, в свою очередь, выходят в рейды. Это целая акция «Снежный фронт» фиксирует плохую работу коммунальщиков. Здесь жители жалуются на то, что они не могут добиться чистки кровель от своих крыш. И здесь сосульки достигают размером буквально с этаж. После этого проблемы с управляющими компаниями быстро тают. Конечно, есть санкции. Это и штрафы. Это в самых крайних случаях и лишение лицензии управляющих компаний. Буквально недавно нам сообщили, что непосредственно здесь, в городском округе Держинском, был уволен заместитель главы города, который занимался именно профилем ЖКХ транспорта, благоустройства и взаимодействия с управляющими компаниями. После того, как в течение всех праздников мы наблюдали картину, когда не вывозился мусор, не чистилась кровля домов и не чистился снег. Не надеясь на заботу коммунальщиков, в праздничные дни некоторые жители брали в руки лопаты и самостоятельно затевали уборку своих ощетинившихся домов.